Ирина спрашивает, здравствуйте, часто мое давление 90 на 70, но могут быть и резкие поднятия давления до 130 на 80, 40 на 90. То есть это классическое развитие нестабильной гипертонии у гипотоника. То есть это уже по первой части, можно сказать, что это 100% поражение шейного отдела. Даже тут и думать нечего. Возникает тахикардия тоже. У гипотоников это часто присоединяющийся. Да и не только у гипотоников. У гипотоников просто чаще. Голова не болит. Иногда возникает аритмия. Я стараюсь лечь, положить к ногам грелку и под язык анапрелин 10 мг. Потом 2-3 глицина. Может быть озноб. Это все идут сосудистые, вот эти вот вегетативно-сосудистые реакции, возникающие на фоне резких нарушений кровотока при нестабильности шейного отдела. Может опуститься давление в течение часа-двух. Ну правильно, если позвонки у вас резко вдруг ослабили давление на сосуды шеи, то у вас и давление будет опускаться резко. И подняться словно, поднять словно и не было. Кстати, руки, ноги бывают часто холодными. Иногда кровяные сгустки по утрам тоже бывают. Чаще, когда болит голова. Ну давайте вот, руки, ноги холодные. Что это за симптом? Это симптом, который говорит о том, что у вас начала уже развиваться вторая стадия гипертонического синдрома. Когда не только мозг заставляет сердце поднимать давление в системе, но еще и сжимает артериулу. То есть мелкие все сосуды в теле. Прежде всего это сосуды конечностей. Для того, чтобы за счет этого сжатия поднять давление. То есть сечение уменьшает мелких труб и давление растет. Это вторая стадия уже. Дальше кровяные сгустки по утрам. Когда отсмаркивается человек, по утрам кровяные сгустки. Это говорит о той же второй-третьей стадии развития гипертонического синдрома. Когда у вас возникает повышение, стойкое повышение, особенно по ночам. И это еще подтверждает нестабильность. То, что ночью у вас сильно идет застой крови в голове. Повышение внутричерепного давления. Чаще, когда болит голова кровяные сгустки. Вот все четко. Врач говорит, что надо постоянно пить таблетки от давления. Ну, как известно, таблетками от давления нестабильность шейных позвонков не вылечишь. И компрессию сосудов не уберешь. Поэтому мы все знаем, что врач все время говорит. Стандартный врач стандартного клинического мышления говорит все время, что вы должны пить таблетки от давления. А как их пить, если давление 90 на 70? Вот, да, правильный вопрос. В 55 ушла с педагогической работы, хотя все было успешно. Но такие приступы просто стали изматывать. Они стали реже, конечно, но все равно качество жизни сильно изменяло. Меня пугает, и я даже никуда не езжу, потому что стоит дать какую-то нагрузку, сразу поднимается давление. Что же мне делать? Что вы посоветовали? Ну, я уже вам диагноз поставил. То есть у вас минимум третья стадия развития гипертонического синдрома, нестабильного именно, такого, это считается, отягченный клинический случай. Здесь, конечно, это только подлежит лечению в клинике, то есть клиническому сопровождению таких пациентов. Мы должны с вами поработать, привести вас в порядок. Это занимает, если вы издалека, то где-то месяц вы находитесь в клинике, или два раза по две недели вы приезжаете. И после этого вы уже будете в стабильном состоянии и сможете с помощью моих рекомендаций, которые здесь я вам в клинике дам, и которые здесь мы даем в клубе гипертоников бывших, выполнять и дальше хорошо жить, и даже вернуться на работу, как многие наши пациенты и делают. Так что ждем вас в клинике, приезжайте, будем вас спасать. Дальше спрашивает Монарбек. Здравствуйте, я гипертоник второй стадии. В интернете читал, создан уникальный препарат гиппоток. Действительно ли это, можно ли смело заказать? Ну, поскольку 95% гипертонических состояний развиваются не сами по себе, а именно как следствие патологии шейного отдела позвоночника и компрессии позвоночных артерий, я в своей клинике уже давно убедился и говорю на нашем блоге об этом и на нашем сайте бывших гипертоников, что препараты не могут помочь и уникальных препаратов не существует от этих вещей. Они, какой бы уникальный препарат ни был, его все действие сводится к тому, что он снимает просто симптомы временно. Я этот препарат не знаю, рекомендовать не буду, да и вообще я не любитель рекомендовать препараты в таких состояниях. Поэтому изучите, пожалуйста, более подробно материалы нашего сайта, закажите себе фильм наш «Секреты лечения гипертонии» от доктора Шишонина. И я думаю, что вы справитесь. Стадия у вас вторая пока. Думаю, что вам этого хватит вполне без всяких препаратов. Будьте здоровы! Далее спрашивает нас Антон. Добрый день, доктор! Зовут меня Антон. Мне 37 лет. В мае 2011 года была закрыта черепно-мозговая травма с потерей сознания. По характеру травмы, вероятно, ударили ногой по голове, когда лежал без сознания. С тех пор мучаюсь, беспокоит постоянно головокружение, шаткость при ходьбе, упало зрение. В первые месяцы после травмы ноги от паха ниже, как ватные, появились страхи и депрессии. Боли в шее регулярные, закладывают уши и другое. Вы описываете здесь классический случай, абсолютно классический случай, то есть когда человека били по голове в бессознательном состоянии. В большинстве подавляющих случаев возникают подвывихи первого шейного позвонка, который потом человека мучают по жизни. То есть зажимает сосуды и человек дальше мучается. Все зависит от степени этого нарушения. То есть если серьезная степень, то без медицинской помощи вы не справитесь. То есть здесь надо приезжать в клинику, обследовать, смотреть, насколько там нарушены кровотоки, какой подвывих, какая форма и его устранять. Если незначительный, то тогда может быть гимнастика из нашего фильма или моя гимнастика из интернета в общем доступе, она вам должна помочь. Далее читаю вопрос этот же. Недавно поднялось давление, ну вот классика дальше идет, боли в затылке, сердце, почках, сделал МРТ шеи. В заключении дегенеративно-дистрофические изменения шейного отдела, грыжи С5-6, протрузии 3-4, 4-5, 6-7. Ну то есть не только первый позвонок у вас повредился, еще и ниже. Относительность теноза на уровне 5-6, нарушение статики на уровне 5-6 за счет задней грыжи. Вот это все, что вы описываете, все вот это вот, это все очень важно, но не имеет отношения, вот это заключение МРТ вы описываете, не имеет отношения к вашим симптомам. Обращу внимание, что на стандартном протоколе МРТ совершенно невозможно понять, что происходит с первым позвонком шейным. Что происходит с первым позвонком, можно понять только сделав микроанатомическое УЗИ. И тогда мы по тому, насколько зажаты или не зажаты сосуды, проходящие через первый шейный позвонок, заходящие в череп, можем понять степень вот этих вот нарушений. Либо это можно понять на рентгене, но не на обычном, когда через рот делают, там видно зуб второго позвонка и как первый относительно него стоит. специалист опытный может понять, если качественно сделан такой снимок, что происходит с первым позвонком. А на МРТ этого не видно. Многие думают, что на МРТ видно все, но на МРТ действительно видно все. Но некоторые есть места в организме очень сложные. И когда МРТ делает вот эти срезы, там просто настолько все это наворочено получается, что ничего не поймешь. Для вот таких сложных участков нужны какие-то более объемные изображения, вот типа рентгена или функциональное изображение, функциональная картина, как на УЗИ возникает. Поэтому вам нужно сделать либо микроантомическое УЗИ, либо рентген, а лучше и то, и другое. Рентген через рот, я имею в виду, снимок. И вот после этого прислать нам в клинику и эти исследования. И, соответственно, далее мы будем уже думать, стоит ли вам приезжать в клинику или, возможно, вы справитесь сами. Хотя, судя по тому комплексу и набору симптомов, которые вы описываете, и то, что вам всего 37 лет, травма была у вас достаточно серьезная и, скорее всего, помощь понадобится. Следующий вопрос. Отвечаем на вопрос Анны. Добрый день, Александр Юрьевич. Меня зовут Анна. Мне 58 лет. Последнее время меня беспокоит мое пониженное давление. 110 на 78 или 96 на 70. Кроме этого, пульс становится очень учащенным. 96-100 ударов в минуту. Ну, во-первых, для женщин любого возраста нормальной комплекции, то есть, если у вас обычный для женщины рост, вес, то давление вы пишете себе нормальное для стандартного какого-то человека. Я имею в виду женщину. А то, что пульс учащен, то есть вас не беспокоит не пониженное давление, а учащенный пульс, который называется это аритмия. В данном случае аритмия по типу тахикардии, то есть учащение пульса. Голова в этот момент становится как будто бы плохо соображаю. Появляется слабость. Вот давайте разбираться. Вы чувствуете даже не пульс, а то, что вам плохо с головой, то есть плохо соображаете. Появляется слабость. Когда возникают такие симптомы, когда вы плохо соображаете, появляется слабость. Только в том случае, если у вас резко нарушился в этот момент кровоток, то есть приток крови в головной мозг. Мы делаем вывод, что у вас где-то есть какой-то позвонок или несколько позвонков, которые нестабильны. Еще раз вернемся к этому слову. И они разгулялись там у вас, раз зажали, неудобно повернулись вы или понервничали, мышцы напряглись, позвонки сместились, зажали. Потом отпустили. Понимаете? Я около трех месяцев делаю гимнастику по вашему методу. Мне продолжать делать гимнастику? Продолжайте, но учитывая то, что уже ясно, что у вас есть нестабильность в шейном отделе, делайте ее, как я всегда при нестабильности советую, без усилий. Чтобы не провоцировать, работайте чисто на стопроцентную технику. Врач мне поставил диагноз остеохондроз шеи. Спасибо. Ну, то есть у хондроз шеи это не диагноз, скорее, это описание, ну, как бы, такой наметка диагностического поля. Дальше нужно уточнить, что там нестабильность в таком-то, в таком-то отделе, в таких-таких-то позвонках, какая степень компрессии сосудов и так далее. То есть вот этот ваш диагноз хорошо бы уточнить. Можно его уточнить профессионально, можно его уточнить, если вы пойдете, ну, я имею в виду, в клинике профессионально, можно, если вы пойдете к какому-то хорошему специалисту по узи сосудов шеи и попросите его сделать вам функциональные пробы, ротационные, когда вы голову поворачиваете, чтобы он оценил, насколько нестабильный у вас и какой сегмент вас конкретно беспокоит в шейном отделе. Вот если найдете специалиста, договоритесь, потом данные можете прислать нам, мы с вами свяжемся, проконсультируем. Продолжение следует...